В чем представительницы женской сборной России по биатлону берут пример с итальянки Дороте и Вирер. Почему Кристина Реццова обожает Тюмень? Что мешает при стрельбе Евгении Павловой и с каких пор Виктория Сливко перестала думать о контрольных стартах? С удовольствием расскажем о мыслях, которые посещают представительниц женской сборной России в следующем сюжете. В Тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужная Сибирь» завершился сбор национальной команды страны по биатлону. До этого россияне тренировались в Австрии, где и завершили роллерный сезон. Рамзау классно. Всегда. Работа была спокойная в основном. На лыжах покатались, погуляли, себя показали, на мир посмотрели, горы полюбовались, кайфанули. Офигенно. На четырехкилометровой охлаждаемой трассе, которая в конце октября позволяет наслаждаться катанием на лыжах, работали 33 спортсмена. 18 мужчин и 15 женщин. Не хватало только Екатерины Юрова и Перхт. Она, по согласованию с тренерским штабом, находится на самоподготовке. Начнем с того, что я люблю Тюмень. В первый день здесь было так холодно, в минус три, что я думала, что минус 30 на улице. Сегодня дождь. Что будет завтра? Не знаю. Землетрясение. Я не удивлюсь нисколько. Лыжи появились, которые по метр девяносто, которые мешаются и немножко неуклюже себя чувствуются. Но, в принципе, заставляем с ними, разговариваем. Постоянно показанные доски показываем. Говорим им время нахождения на рубежах. Тесты различные проводим. Лежа, стоя, лежа, стоя. Единственное, наверное, что у меня хорошо получается, так это стрелять. Если вы сегодня заметили на тренировке, и то меня постоянно гоняют, что я долго стреляю, что нужно быстрее и быстрее. Поэтому, да, у меня есть проблемы с техникой, естественно, и нужно еще сил побольше. Для чего? А чтобы во время официальных стартов девушки меньше находились на огневом рубеже. Итальянские бетванистки Лиза Витоци и Доротея Вирер преодолевают четыре стрельбы за минуту и пять секунд. Россиянкам же требуется на полминуты больше. Это такая вечная проблема. Ну, на тренировках получается, потому что ты подходишь не с такого большого пульса, а на соревнованиях все равно все колотится и все сразу забывается. Как бы ты не работал быстро на тренировках, и там-то главное, что надо попасть. И вот и лежишь, выцеливаешь все это. Ну, так, конечно, работаем, и по сравнению с прошлым годом время улучшилось. Короче, на том стволе, когда я вставляю обойму, ну, не открываю, перезаряжаю обойму, я начинаю, ну, стрелять, нормально было. Начинаю с этим стволом делать, у меня обойма куда-то вот туда вниз уходит, и персечку, типа, надо приходится открывать. Хочется, наверное, больше сейчас поработать над качеством, потом, когда уже я буду уверена, что да, все, я четко стреляю ноль, тогда, может быть, где-то можно сократить какие-то секунды. Нельзя просто взять вот так вот за один месяц, год и сделать из меня там суперкачка, там, суперидеального спортсмена. Но именно к этому стремится тренерский штаб национальной команды. А потому огромное внимание на тюменской вкатке уделяли технике своих подопечных. Совершенству, как известно, предела нет. А потому каждый из спортсменок пытается научиться идеальному передвижению на лыжах. Я, например, плечом разворачиваюсь постоянно, то есть отталкивание идет не вперед, а вбок. И, то есть, вот это моя принципиальная ошибка. Ну, есть еще такие мелочи, там, ногу нужно, там, подальше выносить, например, шаг побольше делать, там, тазом вперед уходить. Движение руками у меня пока что страдает, я не могу собрать их кучу. Одна рука где-то там толкается, другая где-то там, и вот пока над этим работаю. 15 и 16 ноября в Тюмени состоятся контрольные старты биатлонной сборной страны. По их результатам будет сформирован состав команды на первые три этапа Кубка мира. Тюменка Виктория Сливко в прошлом сезоне выиграла Кубок ИБЮ. И как обладатель этого трофея получила персональное приглашение на стартовый этап Планетарного Кубка. Я, слава богу, я тоже. Я уже отобралась. Ну, действительно, это, ну, как-то даже немножко расслабляет, что ли. Ну, не то, что расслабляет, просто нет такого напряжения, и ты не думаешь, блин, 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 отборы, отборы. То есть я просто выйду, спокойно пробегу, и все. Настраиваюсь, конечно, уже бегать на Кубке мира, а не на Кубке ИБЮ, потому что в прошлом году, я думаю, я показала на Кубке ИБЮ достаточно хорошие результаты, по которым, ну, наверное, не стоит мне. Не так интересно мне, наверное, будет. Ну, хотя я не против еще раз выиграть клапусы. Субтитры сделал DimaTorzok